Привет, друзья! Вы на канале в поисках золота и старины. Сегодня будет ролик, так сказать, небольшой обзор о защищенном смартфоне. Так что, кому интересна данная тема, можете посмотреть, а кому нет, можете смело выключать. И что же у нас за чудо техники? А это, друзья, защищенный смартфон AERMO M1. Создан немецкой компанией, про что гордо гласит надпись на корпусе. Но собирается, как и все, понятно, что в Поднебесной. Так выходит намного дешевле. Да, понимаю, кто-то скажет, а какой класс защиты? Так IP68, а чего это значит? А можно, друзья, банально, ронять. Погружать в воду на 30 минут. Да можно даже в землю закопать, если это, конечно, кому-то надо. Да, скажу сразу, по сравнению с моим предыдущим телефоном, этот, конечно же, чуток получше. Экран побольше и все такое. Да, но мой старый держал зарядку в 8 дней. Да, это, конечно же, если с ним ничего не делать. А этот с батареей в 5580 держит 3 дня. Но это если его использовать по полной. Аккумулятор снабдили технологией быстрой зарядки. Заряжается где-то за полтора часа. Да, кому интересно, зарядка 12 вольт 2 ампера. А можно, конечно, зарядить и вот так вот, если у кого-то есть такая возможность. Но скажу сразу, гвозди забивать. Орехи колоть. И все такое я делать не буду. По той причине, что не для того телефон предназначен. Любой. И запомните, надо любые инструменты и технику использовать по назначению. Это значительно продлит ее срок службы и сэкономит ваши деньги. Да, вес такого девайса не маленький. На простых весах 285 грамм. Все технические данные можно почитать на экране. Чтобы мне много не говорить умных слов, да и не запомню я все это. Понимаю, кто-то скажет, его надо бросить об асфальт. Шмяк. Но, увы, друзья, я же с села. У меня в селе грунтовка. Асфальта просто нет. Но я вам оставлю ссылочку под видео. На такой телефон, где человек, так делал много раз. Кому интересно, посмотрите. Кнопки на смартфоне, как и часть корпуса, выполнены в металле. Вот тут у нас видно хорошо три кнопки. Убрать, добавить звук. И кнопка сос за сос. Ну все понятно. С другой стороны, кнопка включения. И кнопка RTT. Но что за кнопка, я пока не понял. Вы помните, да, я же с села. И у меня до этого был вот такой вот девайс. Так что, если кто знает по загадочной кнопке, подскажите. До сим-карт можно добраться, открутив два болтика. Отвертка идет в комплекте. Так что не надо гробить ножницы, пилочки, ключи и все такое. При желании можно вставить две сим-карты. И тут же рядом карта памяти. Да, про память и заодно про процессор. Он тут восьмиядерный. Это ровно на восемь ядер больше, чем у меня было до этого. 6 гигабайт оперативной памяти в самом процессоре. Так говорит производитель. И 64 или 128 гигабайт встроенной памяти в смартфон, зависимо от версии. Есть возможность вставить карту памяти до 256 гигабайт включительно. Это просто больше, чем у меня на компьютере. И управляет таким чудом седьмой Android. Смартфон имеет две камеры. Основная на 21 мегапиксель с возможностью съемки под водой. Плюс 4К. Она от Sony. А вот вторая всего на 8. И тут же сзади есть сканер отпечатка пальцев. Шмяк и все, вы защищены. Смартфон выполнен в трех цветах. Черный, серебристый, как у нас с вами. И золотистый. Любой на выбор. Ну вот как-то так, друзья. Если хотите узнать более подробно, ссылочка есть под видео. И помните, любые вещи и инструмент надо использовать по назначению. Ну вот как-то так, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok